МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Холодные батареи. Коммунальщики наказали жителей 102-м их колонны за долги. В неформатный диалог. В ноябрьске педагоги и родители собрались на совет. И снова победа. Мотокроссмены Газпромнефти выиграли гонку в Ханты-Мансийском автономном округе. В 102-й мехколонне до сих пор нет отопления. Жители поселка в надежде получить помощь стали обращаться в городскую администрацию. Сегодня этот вопрос обсудили на заседании совета директоров. Как выяснилось, в домах нет отопления из-за долгов. И до тех пор, пока жители поселка с ними не рассчитаются, отопления у них не будет. Такой позиции сегодня придерживается ресурсоснабжающая организация. Однако администрация города настаивает на том, чтобы ресурс подали. Правда, только тем жильцам, которые исправно платят по счетам. Ноябрь с коллектросестрой сейчас ведутся переговоры с Газпромом Межрегион ГАЗ Север о том, чтобы они отложили на некоторый срок платеж. До конца сентября месяца Ноябрь с коллектросестрой дал гарантию Газпромом Межрегион ГАЗ Северу, что они оплатят за газ. Но решения Газпрома Межрегион ГАЗ Севера пока нет. Позиция муниципалитета следующая. Потребители, исправно оплачивающие свои услуги, жильчайно-коммунальные, должны получать услугу в полном объеме. Со всеми остальными в рамках действующего законодательства ведите жесткую борьбу. Идите в суд. Принимайте меры. Но я еще раз говорю, те, кто платит исправно, должны своевременно получать и качественно получать коммунальные услуги. А так, что весь поселок страдает из-за... Да, там долги приличные, но весь поселок не должен страдать из-за какого-то там количества недобросовестных плательщиков. Что касается города, то здесь тоже есть вопросы в части подачи тепла. А именно, несколько домов на Держинского и Магистральной пока теплом не обеспечены. К тому же есть вопросы по подаче отопления в поселок УТДС. Но, как заверил первый замглавы администрации Ноябрьска Андрей Касьяненко, вопрос этот один из приоритетных. Им занимаются управляющие и ресурсоснабжающие компании. И в самые короткие сроки проблемы жителей этих домов в части подачи тепла будут устранены. Ямальские ТСЖ в этом году снова могут претендовать на получение субсидий из окружного бюджета. Правительство округа готово взять на себя расходы по возмещению затрат, связанных с госрегистрацией ТСЖ, оплаты аренды занимаемых помещений и приобретения необходимого оборудования, а именно компьютерной техники и программного обеспечения. Всего на эти цели из бюджета округа выделено свыше миллиона рублей. Однако максимальная сумма, на которую может претендовать товарищество, это 120 тысяч рублей. Добавлю, в минувшем году субсидии получили почти четыре десятка ямальских ТСЖ. Финансовая поддержка предоставляется по трем направлениям, а именно возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, возмещение затрат по арендной плате за используемых в ТСЖ помещениях, и также возмещение затрат по приобретению ТСЖ оборудования, включая компьютерную технику и программное обеспечение. В рамках возмещения затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, осуществляется компенсация в полном размере. Сюда относим мы затраты об оплате оформления документов, в частности нотариуса, по оплате расходов за изготовление печати, оплате расходов на открытие расчетного счета, открытие счета расчетного в банке, а также за устав ТСЖ, зарегистрированный в установленном порядке. В части проведения отбора ТСЖ, претендующих на получение субсидий на возмещение затрат по ареноплате за использование помещений, здесь ежегодно порядком предусмотрена компенсация для ТСЖ до 120 тысяч рублей. В части получения субсидий на возмещение затрат по обретению оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения, здесь до 50 тысяч шляется компенсация один раз в пять лет с момента получения субсидий на эти цели. А вот эти кадры попали в нашу редакцию сегодня утром. В объектив авторегистратора попали двое мальчишек. На первый взгляд они заняты игрой. Вот только место для развлечений дети выбрали не самое подходящее. Почему-то мальчишки вместо новой игровой площадки, которую недавно установили в этом дворе, решили поиграть на строительных лесах. Сейчас это пятиэтажка в стадии ремонта. И пока строители с другой стороны дома занимаются своими делами, мальчишки покоряют строительные леса. Кстати, согласно градостроительному кодексу, ответственность за соблюдение техники безопасности на строительной площадке несет подрядчик. Но при этом не стоит забывать, что с родителей ответственность за своих детей никто не снимал. Опыт плюс молодость – залог успеха. Ноябрьские учителя осваивают новую форму работы. Накануне в девятой школе провели мастер-класс, в ходе которого педагоги со стажем поделились опытом с молодыми преподавателями, только начинающими свой профессиональный путь. Всех разбили на так называемые стажерские пары, где один участник обучал своей методике работы другого. Речь шла буквально обо всем – от учебных планов до способов подачи информации. Тоже очень важно – это умение извлеченную информацию представить. Таким образом, чтобы слушатели в аудитории, в классе ученики, может даже нерадивые, тоже сумели услышать. Попробуем? Пожалуйста. Учеба без преград. В 12-й школе прошло заседание Муниципального совета по развитию системы образования. Одной из главных тем стала организация безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что сделано для того, чтобы школьная жизнь особенных ребятишек стала чуть проще, узнавал Кирилл Мигель. Ему слово. Возможности управляющих советов управления и взаимодействия семьей и школы в вопросах образования детей. Официальные мероприятия и вытекающие из этого формулировки. Вот только диалог между родителями и учителями все равно получился несколько неформальным. И, что еще важнее, неформатным. Первый вопрос в повестке заседания – организация безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический коллектив школы уверен, что вот те расходы в рамках программы развития, они естественно оправдают себя. И мы уверены в том, что качество образования, получение образования именно для детей с ограниченными возможностями здоровья, оно вот в этих условиях естественно повысится. Школа номер 12 в этом плане едва ли не образцовая. Из почти пятидесятков классов семьи относятся к так называемым коррекционных. В них обучаются дети, которые отличаются от других, в их числе пятеро инвалидов-колясочников. К великому сожалению, почему-то не демонстрируется вся та база материальная, техническая в образовательных учреждениях родителям. Почему-то не все владеют информацией о том, что мы имеем, а имеем уважаемого много. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Без малого 60 человек. Родители и учителя отправились на импровизированную экскурсию по школе. Первым делом – ко входу, где установлен пандус. Недавно здесь заменили покрытие, а старое было слишком скользким. И установили навес. Поручни на всем расстоянии есть. И на любой возраст предусмотрено. Как родители, так и дети могут проехать. И, соответственно, на протяжении всего пути здесь нет преград таких, которые бы по каким-либо причинам они не могли попасть в образовательные учреждения. Немаловажный и деликатный момент – оборудование туалетных комнат. Детям с ограниченными возможностями пользоваться обыкновенными действительно непросто. Здесь же широкий дверной проем, поручни, а на случай, если понадобится помощь, кнопка вызова сотрудника школы. Среди всех здоровых есть еще и другие люди. Но они требуют помощи, они требуют внимания и требуют особого, наверное, отношения окружающим. Материально-техническое оснащение на уровне и в учебных классах. Например, в этом, где дети штудируют законы Ньютона, то бишь в кабинете физики, закуплены специальные комплексы «Архимед». Это настоящая мини-лаборатория. Они позволяют проводить полноценные опыты, а не просто внимать рассказам учителей. Не просто кабинет физики, а кабинет, который целиком и полностью соответствует не только Санкт-Петербургским нормам, но и всем требованиям нового стандарта второго поколения. Чтобы обойти всю школу, учителям и родителям понадобился бы не один час. Поэтому, лишь расставив самые яркие акценты, члены совета вернулись в зал и продолжили заседание в стандартном формате, коротко подведя итог. Когда вам говорят, что школа просит помощи, это ни в коей мере не обозначает, что просит денег. Поверьте мне, в администрации, в департаменте образования финансовых средств хватает. Помощь от родителей на данный момент нужна только одна – участвовать активно в жизни самой школы, и, значит, и ваших детей тоже. На повестке дня оставалось еще несколько вопросов, и каждый требовал не менее детального рассмотрения. К примеру, роль семьи в образовании детей. Впрочем, это уже отдельная тема. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города. Ноябрьских первоклассников проверят на готовность к школе. Образовательные учреждения города примут участие в мониторинге, который предусмотрен окружной целевой программой. Тестирование запланировано с 17 по 24 сентября. При этом график проведения исследований каждое образовательное учреждение определит самостоятельно. Всего в тестировании примут участие более 1200 первоклашек. Кроме того, в ходе мониторинга специалисты проведут анкетирование педагогов и родителей учеников. Ну а далее в программе «Коротко о спорте». Определился соперник питерского «Зенита» в одной 16-й Кубка России по футболу. Команда «Лучано» с полейцей поедет в Тюмень, где сыграет с одноименным клубом, являющимся одним из лидеров зоны «Урал-Поволжье» 2-го дивизиона. Уже известно, что матч состоится в последних числах октября этого года. Из Мегиона с первого этапа первенства «Югры» по мотокроссу вернулась ноябрьская дружина «Газпромнефть». На трассе Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Холодов в личном зачете стал чемпионом, стаб столяров и Роман Калиба серебряными призерами, а Данил Газиддинов поднялся на третью ступень пьедестала почета. В командном зачете «Газпромнефть» уверенно выиграла гонку, опередив спортсменов из «Юганск-Мастер» на 25 очков. Второй заключительный этап первенства «Югры» пройдет 6 октября в Пытьяхе. Команда выступила отлично, первое место, к чему мы и стремились. Все спортсмены усердно работали и достигли этого результата. А сам как прошел гонку, как оцениваешь? Гонка прошла удачно, я занял первое место. Ну, в любом случае работать надо, есть ошибки, работать над собой. Какие ошибки? Ну, подход к повороту, надо быстрее. Ну, так, и по мелочи, там, не знаю, ниже полеты делать. Но это уже технические моменты такие. «Ноябрьск – город-перспектив». В музейном ресурсном центре сегодня начала свою работу выставка с таким названием. Здесь представлены исторические документы, отображающие застройку города, фотографии с изображением современного «Ноябрьска», макеты городских объектов, а также художественные работы, городские пейзажи в живописи и графике. Однако центральное место экспозиции занимает макет городского парка. Пока это лишь проект, но он уже понемногу начал воплощаться в жизнь. Добавлю, все желающие могут оставить свои пожелания и предложения по дальнейшему развитию города. Самые интересные из них, возможно, будут учтены градостроителями. Будет макет детского парка в обновленном виде, с новыми объектами. У горожан будет возможность ознакомиться с тем, что планируется возвести на территории, в частности, детского парка. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 11 сентября в Сальхарде переменная облачность. Ветер северо-западный, температура 8 градусов выше нуля. В Муравленко облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура 7 градусов тепла. В ноябрьский пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура плюс 7 градусов.